Доброго времени суток, дорогие друзья! Судя по комментариям, я понял, что всё-таки быть обзором на вот этот вот агрегат. Будем разбирать сейчас и смотреть, что это такое. Здесь турбина установлена. Вот эта часть турбинная. Сюда явно что-то нагнетается, заставляет вращать эту крыльчатку. А на валу сидит вот такая крыльчатка. Были предположения, что для перекачки воздуха. На крыльчатках есть номера. То есть авиационная техника, она вся на клеймах. То есть вот здесь видно, что всё законтрено. Всё очень-очень качественно сделано. У меня таких 4 штуки я взял на металлоломе. Вот можно один в жертву пустить. Посмотреть из чего он состоит. В дальнейшем могут возникнуть мысли, куда его использовать. В комментах был интерес. Поэтому сейчас разберем, посмотрим, кто это такое. Сразу меня интересует несколько вопросов. Для чего вот эти пробки? По идее, там какие-то подшипники должны быть. То ли для смазки, то ли... Неужели набивается туда с четырех сторон смазка? В это не очень верится. Также есть вот такие отверстия. Тоже непонятно для чего и как это всё работает. Нужно это разобрать, чтобы выяснить. Для этого для начала откручу вот эти вот маленькие болты. Их здесь очень много. Всё законтрено. Как видите, есть пломба. Всё это мы будем срывать и разбирать. Идей было очень много в комментариях, что же это всё-таки такое. Даже было предположение, что насос для сброса лишнего топлива, остатков топлива. Было написано, что это одноразовая вещь. Сам не знаю, поэтому можно только анализировать, догадываться. В болтах, шляпках просверлены отверстия. И через них проволокой болты эти законтрены. То есть они открутиться никак не могут. Ни от вибрации, ни как вообще в принципе. Это невозможно. Теперь откручиваем болтики. Расконтрил всё. Так, открутил. Всё, будем снимать, сдергивать улитку и смотреть. Вот она даже вручную подрывается. Нужно чем-то её лёгкими ударами, так сказать. Вот так, ребята. Такая здесь крыльчатка. Между прочим, я вам скажу, она очень крутая. Да, это действительно малорасходная турбина. Лопатки вот так закручены. Здесь направляющий аппарат присутствует. Кое-что вон там ржавчиной даже забито уже. То есть вроде бы большое отверстие, но здесь выходы очень маленькие. Вот это всё должно вытаскиваться ещё. Нагреваю алюминиевый кожух, чтобы вытрусить оттуда сопловой аппарат. Так, ну вот. Горячий, видно заход. Видите, какие маленькие отверстия для захода воздуха? Уплотнено здесь колечко и на самом корпусе тоже уплотнительное кольцо. Это подтверждает мою теорию, что оно не жаропрочное. Если я сейчас сюда буду направлять струю, она должна раскручиваться. Это я только в одно отверстие. Заметьте, под 90 градусов, но оно раскручивается. Накачал компрессор, смотрим ещё раз. Вот. Разбираем дальше. Интересно посмотреть теперь подшипниковый узел и посмотреть, для чего же всё-таки те боковые отверстия нужны. Судя по налёту, ребята, такое ощущение, что вещь была в работе. Непонятно, как дальше разбирать. Нужно, наверное, открутить вот эти гайки. Пробуем вытаскивать картридж. Открутил три болта и вот это всё дело начало высовываться. Лёгкий корпус и дальнейшая конструкция. Куча подкладок. Видимо, ими регулируется вот этот вот зазор. Из неизведанного материала, кстати. И вот такой вот у нас картридж получается. Теперь-то наконец-то можно крыльчатки сдёрнуть. Видно какие-то отверстия. Кстати, надо разобраться с этими отверстиями, куда они уходят. Видно, что отверстия все сквозные. Неужели часть потока вот сюда выбрасывается? Здесь тоже есть ряды отверстий. Здесь, здесь. Видно для уменьшения помпажа, либо ещё для чего-то такого. Всё это сделано. Ладно, откручиваю крыльчатки, ребята. Смотрим на подшипниковый узел. Вал выглядит очень качественным. Всё шлифовано, всё красиво выглядит. Эту гайку сорвать удалось только зажав обратный конец вала в токарный патрон. Сейчас мы доберемся. Крыльчатка отбалансированная. И изначально, и как я понимаю, потом добалансированная. Вот они отверстия. Так она выглядит. Но вал почему-то пока что не вытаскивается. Попробую открутить еще три винта последних. Оставшихся больше здесь ничего нет. Пробуем сдернуть фланец. Вроде бы сдергивается. И мы наконец-то, надеюсь, доберемся. Сначала с этого кожуха выдавливал. Теперь выдавливаю вот с этого кожуха. Вот это нержавейка, похоже. Сколько здесь обработки, господи. Выдернул таки, ребята. Всё-таки девайс оказался очень интересным. Всё-таки здесь подшипники качения. Вот они. Но они не простые. Здесь фитильная смазка. Как можете заметить, это фитиль. Вот намотанный. На него нажимаешь, выдавливается особая смазка. Такое вижу в первый раз. Только слышал про такое. Ну вот удалось пощупать. Здесь вот так оно вращается всё. Здесь у нас лабиринтное уплотнение присутствует. Сейчас мы до конца разберем. Нужно таки выяснить, как оно здесь всё это дело работает. То есть вот видно, нажимается пружина. То есть система такая же, как и на моём ТРД с пружиной. Значит это высокоскоростной механизм. Да, только смазка мешает это фитильная. Не зря здесь всё уплотнено. Непонятно для чего три отверстия. Но наверное пропитывать фитили. Вот раз, два, три. Сюда вкручиваются пробки с двойным уплотнением. И здесь уплотнение и по кольцу. То есть получается вот эти два корпуса, они разделены между собой уплотнением. Такой наисложнейший агрегат, ребята. Сейчас буду сдергивать вал. Вытаскивается в эту сторону. Там не дает фитиль. Такая вещь, скажу я вам, не так-то просто и разобрать. Покажу, как выглядит фитильная смазка. Вот они фитили проходят. То есть он здесь где-то петлю делает. Да даже нигде он петлю не делает. Он вот так проходит нить и вот так проходит нить. Здесь она огибает по валу в лунке. Она там как бы натянутая получается и всё время смазывается. И получается по центро стремительной силе к периферии идёт и попадает на подшипники. Люфт здесь приличный. Подшипники, не знаю, по-моему самые обыкновенные. Также из интересного здесь есть лабиринтное уплотнение. И здесь и там. Вот так выглядит этот уплотнитель. Он сидит на валу. Вот здесь. Конечно конструкция мега интересная, ребята. Такой опыт бесценный увидеть такие вещи своими глазами. Нажимаем пружину, вытаскиваем и всё потом прекрасно разбирается. Узел подобный как в моем ТРД. Там внутри ещё такая деталь. Я не знаю для чего здесь вот эти отверстия. Также они есть и внутри самой крыльчатки. Они куда-то наверное выходят. Пока что я не заметил. Вот они, эти отверстия. Это тоже помогает какое-то разрежение или что-то создавать. То есть обратите внимание, насколько сложный узел. Сколько здесь деталей. Просто с ума сойти. Плюс фитильная смазка. Плюс куча всяких вот таких диффузоров здесь. Вот это всё. Миллион деталей просто. Подшипниковый узел. Даже шайбочки с резиновым уплотнением. То есть болты уплотняются. Вот можете заметить. Да, я конечно поражён, ребята. Я не ожидал, что я увижу такое внутри этой конструкции. Устроим турбореактивный разгон как обычно. Вибраций никаких не ощущается. Всё сбалансировано. И вот это всё теперь, ребята, стоит 200 рублей. Вы представляете, в каком мире мы живем. Зато какая-нибудь китайская силуминовая может стоить уже значительно больше. Да даже вот такая просто крыльчатка китайская, Поверьте мне, будет стоить больше чем 200 рублей. 100 процентов. Ну и напоследок немножко полезностей. У меня на токарном станке не хватает фитилей. Я думаю, авиационные очень даже сюда подойдут. Очень даже они здесь будут кстати. Это подача смазки на направляющие. Добавляем смазку. Так что всё в дело идёт, друзья. Друзья, ну на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Всех благодарю за внимание. И всем пока!